Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Нить Ариадны, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться и справиться с нашими проблемами. Подобную работу выполняет и экстренная служба психологической помощи Телефон Доверия. Сегодня мы поговорим о том, как работает эта служба и как она помогает людям. Телефон Доверия – это служба экстренной психологической помощи по телефону, один из видов психологического консультирования. В России возникла сравнительно недавно. Первая в СССР служба телефонного консультирования появилась в Москве в 1982 году. В 1991 была создана Российская Ассоциация Телефонов экстренной психологической помощи, которая сейчас объединяет уже более 200 организаций. Каждый год специалисты, работающие на Телефон Доверия, отвечают на полтора миллиона звонков. Основная цель Телефона Доверия – дать возможность любому человеку, который находится в экстремальном, кризисном, душевном состоянии, получить своевременную, квалифицированную психологическую поддержку по телефону. Звонок бесплатный, длительность беседы не ограничена. Позвонивший имеет право не называть свое имя, а консультант сохранять в тайне содержание разговора. Круг обсуждаемых проблем весьма широк. Это проблемы и в личной жизни, семейные неурядицы, попытки уйти из жизни, проблемы с наркотиками, алкоголем, безработица. Зачастую люди хотят просто выговориться или спросить совета. Здравствуйте, Телефон Доверия, я слушаю вас. Часто для позвонившего голос консультанта – это голос общества и окружающего мира. Обращение по телефону Доверия – это обращение за помощью не к конкретному человеку, а к миру людей. Поэтому состоявшийся доверительный разговор дает позвонившему ощущение поддержки его всем обществам. Итак, с какими просьбами обращаются люди на Телефон Доверия? Как оказывается психологическая помощь и насколько она эффективна? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей, координатором Телефона Доверия Национального Центра по предотвращению насилия Анна Ирина Матвиенко. Матвиенко Ирина. Окончила Московский государственный педагогический институт по специальности «Практический психолог». С 1994 года работает в Московском национальном центре по предотвращению насилия Анна. С 1996 года является тренером и координатором кризисного отделения центра для женщин, пострадавших от домашнего насилия, куда входит и работа службы Телефона Доверия. Участник образовательных проектов и проектов по разработке пособий о проблемах домашнего насилия и кризисного вмешательства. Автор статей по вопросам домашнего насилия и особенностях работы Телефона Доверия. Ирина, спасибо, что вы нашли время и пришли к нам на передачу. По последним данным, в нашей стране существует около 200 центров или 200 служб Телефона Доверия. Как вы считаете, для России это много или мало? Для такой страны, как Россия, на самом деле 200 телефонов это мало, если взять во внимание, какое население в нашей стране. И, например, для Москвы, да, в Москве существует всего один телефон доверия, например, для женщин, пострадавших от насилия. Это тоже очень мало. Ну, то есть маленькая цифра, конечно, это сразу даже видно невооруженным глазом. Скажите, а если сравнить с европейскими странами, то как там обстоит дело? Ну, в европейских странах там социальные службы, они более, как бы, оказывают более широкий спектр. Там существуют такие центры по координации, например, обращений на телефоны доверия, а потом распределения. То есть там, на самом деле, количество гораздо больше. Приходится на число населения, на количество населения вот всей страны. А почему, Ира, как вы считаете, что нашим россиянам не нужна такая служба, а не нужен телефон доверия? Или наши люди не любят или не хотят обращаться с своими проблемами? Ну, на самом деле, вот в нашей стране эта служба стала развиваться не так давно. Первые телефоны появились в конце 80-х только годов, тогда, когда, значит, на Западе первый телефон появился в 1952 году. Это связано, во-первых, с тем, что наша служба телефонов доверия еще молодая, и, конечно, с тем, что люди не очень информированы о том, с чем можно обращаться на телефоны доверия. А вот полтора миллиона звонков, опять же, по последним данным, которые принимает служба телефонов доверия со всей страны. Опять же, вот такая цифра, как вы к ней относитесь? Мне кажется, что это тоже не совсем, не так уж и много. Если учесть, что в одной Москве проживает уже более 9 миллионов человек, то можно даже сделать несложный расчет. Безусловно. Тем более, что вот, к сожалению, часто телефон обладает только одной линией. Он не многоканальный. И поэтому, если один человек звонит, да, то второй уже не может дозвониться. С этим тоже связаны сложности. Если бы у нас была возможность многоканальных телефонов, я думаю, что эта цифра обращения на телефоны доверия была бы гораздо выше. Я сейчас предлагаю посмотреть БЛИЦ-интервью. Мы обратились к нашим прохожим с вопросом о том, знают ли они о существовании службы телефонов доверия и обращались ли они туда. Вы что-нибудь знаете о службе телефон доверия? Да, знаю. Но никогда этим не пользовалась сама. Но это просто чисто моя личная. Я считаю, что чтобы перейти определенный порог и рассказать кому-то на другом конце трубки о самых личных проблемах, ну это либо, это должен быть вот край совсем, такого, к счастью, в моей жизни еще не было, чтобы вот так воспользоваться этим. Есть такая служба, и туда поступает очень много звонков. Вы сами пользовались этой службой? Да, я пользовался этой службой. Да, я знаю, слышала, он как бы постоянно это при каких-то там несчастных случаях, вот это все объявляют. Но пока не обращались, надеюсь, все будет хорошо и в дальнейшем. Но слышала, что многим людям это помогает. То есть есть люди, да, к которым действительно некому обратиться. И некому, пожалуй, в этой ситуации, что именно к близким людям не пойдешь, чтобы не травмировать, чтобы, ну как бы, не обременять своими проблемами. А это уже человек, который психолог, именно подскажет то, что надо. Ничего не знаю. Телефон доверия, ой, знаете, только вот по рекламам знаю. Да, да, ну я не обращалась по стопу, в общем-то не было необходимости. Ну, как видим, не все знают о службе телефона доверия, а очень жаль, потому что служба действительно очень хорошая, она помогает многим. Поэтому наша с вами задача, и прежде всего ваша, рассказать нам сегодня о этой службе, чтобы люди обращались туда за помощью. Итак, каковы возможности этой службы? Чем она особенная и отличается, может быть, от других видов помощи? Ну, во-первых, телефон доверия – это одна из самых доступных форм помощи, потому что телефон чаще всего под рукой, он сейчас есть везде. Это бесплатная помощь, вот, и любой человек может независимо от своих доходов, да, обратиться в эту службу. Поэтому я считаю, что это достаточно эффективная форма помощи для людей. Хорошо бы только, если о ней все знали еще. С какими проблемами чаще всего люди обращаются к вам? Ну, проблемы самые различные. Но так как у нас телефон заявлен для женщин, пострадавших от насилия в семье, то, конечно, самый большой процент обращающихся – это женщины, пострадавшие. Это около 45%. А остальные звонки – это совершенно разные темы могут быть. Это проблемы в отношении со взрослыми детьми, это проблемы соматического здоровья, это проблемы, связанные с другими видами, например, преступлений, изнасилований, бывают суициды. Вот. У нас, к сожалению, нету специфических таких телефонов, куда бы люди могли обратиться по таким проблемам. Хотя изначально телефон был создан как раз для людей, которые готовы были расстаться с жизнью. Чтобы как раз вот человек, сидящий на том конце провода, мог бы с ним поговорить. Чтобы он был услышан другим человеком. И действительно проговорить свою проблему, вот как говорила девушка, иногда своим близким очень трудно. А позвонить на телефон и рассказать о ней бывает гораздо проще. Незнакомому человеку как-то проще доверить своей проблемой. Проще. Причем он является специалистом в этой области. Он обладает определенным набором знаний и информации, которую он готов поделиться с теми, кто звонит на телефон. Ну вот как раз к вопросу о такой сложной проблеме, как самоубийство. Самоубийство. Поговорка говорит о том, что если человек говорит о чем-то, то он, как правило, это не делает. Но исследования доказывают обратное. Напротив, если человек собирается покончить с жизнью, то он хотя бы один раз в жизни обязательно кому-то и когда-то об этом говорил. И уж если человек звонит на телефон доверия с такой же проблемой, то наверняка, как мне кажется, наверное, он хочет услышать какие-то слова утешения и надеется на то, что его, может быть, отговорят от этого поступка. С какими проблемами сложнее всего бывает работать на телефоне? Ну, конечно, звонки, связанные с суицидом, это, конечно, одни из самых сложных звонков. Очень сложные звонки с острым насилием. Когда женщина звонит, например, и находится в состоянии непосредственной опасности, когда там могут ломать дверь, допустим, она не понимает, что делать. Да, очень сложные звонки, это по проблеме насилия в отношении детей, это особо сложные звонки. Но, тем не менее, значит, телефон что позволяет? Опять же, проговорить об этой проблеме, сообщить другому. И очень важно та забота и внимание, которое человек получает на телефоне. Собственно, вот это самое главное, особенно со звонками по суициду. То есть быть услышанным. Быть услышанным, причем услышанным, заботливым человеком, который действительно неравнодушен к тому, что сейчас с тобой происходит. А кто чаще звонит, мужчины или женщины? Ну, так как у нас телефон... Дети или подростки, пожилые люди. Телефон заявлен, опять же, да, рекламируется, мы заявляем себя как телефон для женщин. Конечно, у нас в основном звонят женщины, но у нас есть звонки от подростков и от детей, и от мужчин. Мужчины, кстати, тоже звонят по поводу насилия. Это совершается точно по такому же принципу. И сейчас есть звонки от мужчин, которые сами узнают в себе вот тех мужчин, которые способны, как бы, вот к таким насильственным действиям. К агрессии. Которые, да, не способны справиться с своей агрессией. А есть ли разница в том, вот, Ирина, когда звонят, допустим, дети, опять же, подростки или пожилые люди, как-то вы по-разному работаете с ними? Ну, в общем, конечно, конечно. С кем сложнее работать? Ну, самое сложное – это дети. Да, потому что известно, что психологи не дают советов, но ребенок – это как раз тот человек, который пока не способен отвечать полностью за свои поступки, за свою жизнь. И ему, конечно, необходим совет именно взрослого человека, иногда даже руководство к действию. Это самые сложные звонки. Какое время суток – самое напряженное в телефоне доверие? Когда звонят чаще всего? Ну, вот, так как они создавались для людей как раз суицидных, то они работали круглосуточно, потому что такие звонки обычно ночью бывают. Самое нагруженное – это с 11 до 5, когда не бывает дома детей, мужа, если жена, женщина-домохозяйка. Никто не слышит. Никто не слышит. Иногда нам звонят даже с работы, если телефон стоит в отдельной комнате, для того, чтобы поговорить спокойно, и никто не прервал бы это. Мне кажется, что те люди, которые работают в службе телефона доверия – это какие-то особенные люди. Потому что простому человеку справиться с такой работой, выслушать боли, проблемы других людей, наверное, очень и очень сложно. Их служба и опасна, и трудна. Ежедневно они общаются с людьми, находящимися в тяжелом эмоциональном состоянии. Показывать лица и разглашать имена этих людей запрещено. Они – консультанты телефона доверия. За смену эти женщины принимают до 20 звонков. Это 20 психотерапевтических бесед, 20 чужих бед, пропущенных через себя. У каждого консультанта свои заполнившиеся тяжелые звонки. Самые тяжелые для меня лично звонки – это звонки, связанные с насилием в отношении детей, жестоким обращением с детьми. И звонки, которые связаны с угрозами убийства или с какими-то особо агрессивными, особо жестокими случаями насилия. Для меня эти звонки очень тяжелые всегда. Мы слушаем, мы помогаем человеку высказаться, чтобы в нашем разговоре возник какой-то образ ситуации. Мы помогаем человеку четче осознать контуры ситуации, какие-то наводящие вопросы. Бывает, что в процессе разговора человек сам находит решение. Я стараюсь поддержать человека в самом начале разговора и помочь ему начать рассказывать о том, что с ним произошло или с ней. Зачастую это бывает сделать не так просто, потому что, как правило, люди все-таки звонят в ситуации острого кризиса, хотя бывают разные случаи. Но все-таки, прежде всего, необходимо наладить контакт с человеком, дать ему понять, что он может рассказать обо всем, что наша помощь анонимна, что мы не будем разглашать его имени, никакой информации о нем. Для того, чтобы он мог открыться и рассказать обо всем том, что его волнует. Очень часто бывает, что даже одного разговора бывает недостаточно, потому что часто одна проблема наслаивается на другую. И все равно, тем не менее, даже такие разговоры, они бывают эффективны, потому что человек все равно в конце разговора может хотя бы понять, с чем он может работать дальше, когда уже этот разговор закончился. Ирина, кто те люди, которые работают в службе телефона доверия? Что это? Какими качествами должны они обладать? Какими чертами характера? Я тоже считаю, что это все-таки особенные люди, те, которые готовы работать на телефоне и личностно участвовать в помощи людям, которые сейчас в ней нуждаются, вот здесь и сейчас. И естественно, что есть определенные требования и определенные свойства характера. И первое, это способность, наверное, к эмпатии. То есть это умение услышать другого человека, умение быть с ним рядом, умение ему сопереживать, сочувствовать. И вот эти качества, они просто необходимы. Ну и, конечно, знания по той проблеме, например, с которой работает этот консультант. И определенные навыки, которые мы называем навыками активного слушания. Это как раз чем отличается, допустим, от беседы с подругой или с соседкой или с родителями. Телефонные консультанты, они обладают определенными навыками. Где они получают эти навыки? Их учат этому? Обязательно. Значит, те люди, которые приходят на телефон доверия, они у нас проходят трехдневный курс обучения и стажировку на телефоне. Это достаточно? Трех дней достаточно, чтобы научить человека? И стажировку. А основной курс, который проходят консультанты телефон доверия, это около трех месяцев. В общей сложности идет обучение. И только после трех месяцев человек, мы принимаем решение, значит, будет он работать на телефоне или не будет. У нас случается так, что люди не остаются даже. Они понимают, какая это сложная работа и понимают, что они не справляются. Скажите, любого человека можно научить работать на телефоне доверия? Или все-таки сюда не каждый тип подходит, тип характера, тип личности? Ну, я бы, вот про тип личности мне сложно судить, да? Я могу сказать об опыте нашего телефона. У нас, в общем, достаточно жесткий отбор. Там есть некоторые требования, но в основном речь должна быть правильная. И вот способность услышать другого и желание отдавать свое время другим людям, для того, чтобы их поддерживать и помогать. Я знаю, что... То есть я слышала о том и знаю, о том, что у работников службы телефона доверия есть свой кодекс. Вот скажите, пожалуйста, Ира, в чем он? Потому что, вы знаете, не случайно задаю такой вопрос. Многие люди боятся звонить иногда на телефон доверия, потому что они считают, что о их проблеме узнают потом, ну, если не весь город, то, по крайней мере, очень многие. Какими правилами руководствуются работники службы телефона доверия? Это совершенно исключено, потому что у нас есть свои правила, есть этический кодекс. В чем они заключаются? Самое главное, это принципы, которые осуществляются, это анонимность и конфиденциальность. Что включает в себя анонимность? Это анонимность... Звонка. Звонка, то есть тот, кто позвонил, может не говорить своего имени, да? Он может назваться любым именем, звонить под псевдонимом. Этого совершенно достаточно для того, чтобы высказаться и получить какую-то помощь или информационную помощь. А конфиденциальность – это неразглашение? Неразглашение даже той истории, которую мы слышим. Потому что подробности могут быть узнаваемы, и ни в коем случае это не обсуждается даже ни с родственниками, ни с подругами. Это запрещено, это обсуждается только внутри телефона. Может быть, рассказано друг другу. Скажите, для работников службы телефона доверия имеет значение тембр голоса и, скажем так, пол. Вот кто работает, мужчины или женщины? Ну, так как у нас телефон для женщин, пострадавших от насилия, то у нас на телефоне работают женщины, потому что к ним легче обратиться и легче высказаться, рассказать о своей проблеме. Потому что обычно, если говорить о статистике, 95% насилие испытывается от партнеров, от мужей, от мужчин. Другие телефоны, общие телефоны доверия, там работают мужчины, детские телефоны доверия. А если телефон подразумевает юридическую помощь, может быть, даже голос мужской, он иногда даже более эффективен, потому что у нас как бы доверяют мужчинам-юристам, даже в большей степени порой. То, что касается голосовых характеристик, да, и вот речевых характеристик, здесь тоже высокие требования, потому что мы не видим друг друга, да, с обратившимся, пострадавшей женщиной. А мы ее только слышим, и от того, как мы говорим, насколько громко мы говорим, да, медленно, быстро. То есть это влияет на человека по ту сторону? Абсолютно, это влияет, да, как воспринимается то, что он говорит. Насколько я поняла, то есть ваши работники, это очень аккуратные и очень, скажем так, в этическом отношении, то есть очень тонкие люди. Без этого нельзя. Да, я бы так подтвердила это. Кроме того, мы занимаемся, обязательно у нас проходит такой, ну, как бы личностный рост, если так можно сказать, телефонных консультаций. Мы встречаемся раз в месяц обязательно для того, чтобы не происходило такого эмоционального выгорания телефонных консультантов, чтобы они могли более качественно, ну, или хотя бы не снижая качество, вот, помощи на телефоне доверия. Разговор никогда не бывает простым. Выслушивание включает в себя все, кроме легкости, беззаботности и беспечности. Потому что тоска, тревога или грусть, высказываемые позвонившим, обязательно затрагивают и человека, который находится на другом конце провода. Естественно, мы не боги, у нас тоже есть свои какие-то проблемы. Ну, вот они мои, и вот проблема человека, который обратился. Это разные вещи. Когда я говорю с человеком, то я, естественно, сопереживаю. Но если я буду погружаться, это означает, что у меня есть какие-то свои личные глубокие проблемы, которые не дают мне эффективно работать. Есть такое уже, как бы, неписанное правило, что эффективный разговор не может длиться более 30-40 минут. Потому что если разговор затягивается, то это уже, как правило, идет такой, как бы, разговор по кругу. То есть один круг цепляется за другой, и нет уже такого эффективного обсуждения проблемы или, там, я не знаю, эффективного высказывания о своих чувствах, вот о каких-то эмоциях и так далее. Вы можете решить любую проблему? Или бывают такие случаи, когда вы чувствуете полную беспомощность? Единственное, когда я чувствую себя беспомощной, это когда необходимо, допустим, в ситуации острой опасности, женщине уйти из дома с ребенком, а то и с двумя. И помня о том, что в Москве нет ни одного приюта для женщин, пострадавших от насилия в семье, это, конечно, очень обидно бывает сознавать, что социальные проблемы не волнуют наше московское правительство в такой степени, как какие-то другие. По каким вопросам можно обращаться в телефон доверия? Пожалуй, можно обращаться с любыми вопросами, если эта проблема для вас жизненно важна. Если эта ситуация для вас внутренняя или житейская, стоит очень остро. Как работники вашей службы отдыхают? Как они разряжаются, что ли, после этой работы, чтобы самим потом не стать клиентами телефона доверия? Ну, вот мы уже говорили, да, кто может работать на телефоне доверия. И одним из требований это является некоторая, все-таки, эмоциональная устойчивость, устойчивость, эмоциональная стабильность тех людей, которые работают. Конечно, они испытывают достаточно сильные эмоциональные нагрузки, тем более работая с негативными чувствами, обратившихся на телефон. И, естественно, они тоже сопереживают, но это люди, которые имеют навыки саморегуляции, навыки рефлексии, саморефлексии. И вот на наших встречах мы помогаем друг другу преодолеть разные трудные какие-то звонки, обращения. То есть надо этим работать? Да. Мы переходим к заключительной части нашей передачи, которая называется «Советы». И прежде чем мы попросим вас что-то посоветовать, наши были с интервью, где мы обратились с вопросами к прохожим о том, стали ли бы они обращаться в службу телефона доверия, с какими проблемами. Я даже не могу сказать, вот конкретно, который случай я могла бы обратиться. Но, думаю, если бы у меня была бы такая ситуация, и некому было бы поделиться с кем-то моральным, чтобы восстановить хотя бы то, что было потеряно, то я думаю, что это хорошо, это надо. Ну, немножко примитивно там это все происходит. Честно говоря, я был расстроен после того, как получил ответ. То есть вам не помогло? Ну, в том плане, что меня выслушали, не перебивая, в этом смысле помогло бы. Ну, а какую-то проблему вы бы решали, стали бы решать теперь через телефон доверия или нет? В принципе, я знаю уже сам для себя пути решения всех своих проблем. Наверное, в случае, когда у моего очень близкого человека были бы какие-то проблемы, я думаю. Не у вас лично, а у человека ваш? Нет, я как-то думала, что сама, наверное, смогу справиться. А вот близкому человеку помогла бы обязательно. Трудно сказать. Может быть, когда слишком тяжело было бы на то, что было бы безвыходное положение, предположим, я бы осталась одна, и если бы какой-то несчастный случай сможет быть в этом, да. А так я предпочитаю сама обходиться своими силами. Что нужно делать, когда тебе или близкому человеку очень плохо? И что не нужно делать в таких ситуациях при обращении в службу доверия? Каких ошибок не надо допускать? Ну, я думаю, что действительно, если сложная ситуация, всегда можно позвонить и прояснить для себя, то ли это место, где бы вы хотели получить помощь. Потому что ваши ожидания от того, что вы услышите на телефоне, будут очень влиять на то, что вы и получите. Нельзя забывать, что телефон доверия все-таки это форма такой психологической помощи, и где вы можете получить информацию, интересующую вас. И с тем, с чем вы обращаетесь, какие вопросы вы задаете, такой ответ вы получите. И вот это важно понимать, что не все проблемы, конечно, можно разрешить на телефоне. Телефон доверия не заменяет скорую помощь, он не заменяет милицию, МЧС, безусловно. И он был создан как психологическая, в основном, помощь. Ира, и несколько слов в заключении передачи о вашем центре. Я знаю, что у вас там есть интересные программы, как раз для службы телефона доверия. Что это за программы? Расскажите. Ну, во-первых, у нас идет постоянная программа, это обучение телефонных консультантов, о которой я уже говорила. Это тренинг и затем стажировка на телефоне доверия. Телефон доверия еще является таким звеном, как бы мы сообщаем женщинам о тех программах, которые у нас существуют. Ну, например, группы поддержки, иногда у нас бывают такие программы для пострадавших. То есть вы можете пригласить тех, кто вам звонит на очные какие-то встречи. Или, например, на юридические консультации. Это бывает не часто, в рамках каких-то проектов, но такие возможности существуют. Вам благодарят когда-нибудь, вас благодарят люди, которые вам звонили и получили помощь? Ну, так как у нас мы как бы не наблюдаем, не отслеживаем, что происходит с теми людьми, которые обращаются на наш телефон. Потому что анонимность и конфиденциальность. Это анонимность и конфиденциальность соблюдается. Но у нас были такие случаи, особенно то, что касается юридических вопросов, когда женщина выигрывала дела в суде, только обращаясь на телефон доверия. Ваш центр. Да. И она там получала достаточную информацию для того, чтобы даже выигрывать дело в суде. Это, конечно, не так часто случаются такие вещи, но, тем не менее, такое происходит. Или у нас был случай, когда женщина обратилась, например, в центр по 12 шагам, ей там очень хорошо помогли, но перед этим она поговорила и получила поддержку в нашем центре. И она звонит и говорит, что вот это было очень эффективно. Так что звоните, и вам все объяснят, расскажут по телефону доверия. Спасибо огромное. Назовите номер вашего телефона доверия, а мы продублируем его на экране телевизора. Пожалуйста, звоните по телефону 473-63-41. С 9 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Спасибо огромное, Ирина. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Сегодня мы говорили о экстренной службе психологической помощи телефона доверия, и у нас в гостях была координатор службы телефона доверия Ирина Матвиенко. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаю вам только о том, что жизнь наша летит очень быстро, иногда у нас не хватает времени на общение с родными и близкими, а результат этого не очень веселый. Нам некогда и не с кем поделиться своими проблемами. Так вот, телефон доверия как раз решает эту проблему. Поэтому не затягивайте, звоните, если у вас есть какие-то проблемы. Вас внимательно выслушают и обязательно помогут. До свидания и до встречи через неделю.